Привет, я Шок, и сегодня я нахожусь в Грузии. Это ролик «Вопрос-ответ». Сегодня я с тобой поговорю. Мы прогуляемся по Грузии, по Двилиси, и отвечу на ваши самые часто задаваемые вопросы. И в этом ролике для меня очень будет один ценный вопрос, который я уже тянул как минимум 8 месяцев. Это то, чем я живу. Это то, чем я буду жить в ближайшее время. Поэтому не забудьте поставить лайк, потому что это классное забытие, и я впервые об этом рассказываю публично. Обновления на Сэби-Шоке, и их очень будет много. А самое главное — это то, что прямо в ближайшее время. А речь идет про пикемы. Как вы знаете, уже совсем скоро начинается мажор, и мы подготовили очень большую классную историю для этого. Во-первых, мы сделали очень большое количество пикемов. Если раньше вы могли проголосовать, кто пройдет 0-3-3-0, то сейчас дополнительные возможности. Вы можете поставить, кто будет MVP, какая будет самая частая карта, у кого будет больше всего хедшотов, киллов, убийств с АВП. Если раньше можно было получить 4 прокрутки, сейчас 8. А тот человек, который ответит на все вопросы без идейной ошибки, получит Dragon Lore. Если что, его стоимость оценивается больше, чем в 15 тысяч долларов. Если у вас было желание купить подписку на Сэби-Шоке, это лучший момент, потому что уже 1 мая мы, скорее всего, это запустим. Идем дальше. Это миссии. Мы очень любим миссии. Сейчас их выполняет регулярно очень большое количество людей. Но мы хотим сделать так, чтобы эти миссии выполняли и просто люди, которые без подписки. Поэтому наша задача будет сделать полностью реворк этой странички. Там будут бесплатные миссии. Там будут миссии от партнеров. Там будет разделение по сложности. И самое главное, лента призов. Вы будете видеть, кто что получает. Все это будет прозрачно. Трейдинг. Как вы знаете, мы запустили свою экосистему. Мы сделали свою экономику. Теперь вы можете выбить кейс на сервере, открыть его, вам выпадет танец, вы можете его продать, либо использовать. Но самая главная фича – это трейдинг. Вы сможете отправить вашему другу танец, который вам выпал. Он может его продать, заработать, либо использовать. Почти как Steam. Поэтому ожидайте, тоже будет прям в ближайшее время. Пока я в машине, расскажу вам про машины. За это время, пока я не снимал такие ролики, вопрос-ответ изменилось много чего. Во-первых, прошел год. Во-вторых, я снимал в последний раз такой ролик в Тесле. Но она была синего цвета и была в Питере. Я ее продал, приехал в Грузию и купил себе такую же Теслу. Я реально кофе-мал с Тесел. После Теслы я купил сразу же BMW M-ку. Потому что, ну, просто кататься на Тесле постоянно – это очень сложно. Она реально такая скучноватая, на самом деле. M2 я продал. Теслу сейчас продаю. И хочу купить что-то прям такое красивенькое, дорогое. Поэтому что это будет, я еще не знаю. Скорее всего, M4 G-кузов. Вот. Поэтому, если кто хочет увидеть то, что я в итоге купил – Telegram. Там будет первым делом. Как вы сработались с Мелехиным? Это очень классная история. Я смотрю канал Кинопояс, и мне всегда нравился Диктор. Он такой приятный, такой уютный. Вы смотрите Сайбершок. И сегодня мы расскажем историю Монеси, а также разберемся, почему G2 потратили столько усилий и денег на то, чтобы его подписать. У меня была главная задача, чтобы YouTube-канал наш был примерно с таким же голосом. Но то, что мы прям с этим же человеком свяжемся, для меня это был прям сюрприз. Мы написали, сконтачились и это реализовали. Если вы не в курсе, сейчас у нас YouTube-канал Сайбершок набирает лютые просмотры, даже иногда больше просмотров, чем мой основной канал. Я не могу этому не радоваться, потому что мы реально делаем классный YouTube-канал. Многие люди, которые не играют в КС, смотрят его и кайфуют. Поэтому, как будет время, не забудьте заглянуть, посмотреть, что это такое. Ну и самое главное, причина записи этого ролика и почему он так называется. В течение четырех лет я обозревал кибер-клубы по всему миру. Изучил, как это все работает. Моя насмотренность сейчас на очень большом уровне. И с учетом того, что я в течение четырех лет обещал открыть свой кибер-клуб, я могу вам заявить публично и официально. Я все-таки в этом году открываю свой первый кибер-клуб в Грузии. Сайбершок премиум. Для меня это очень большая история. Я до сих пор в это не верю. Я серьезно, скорее всего, я заплачу, когда увижу, как люди играют в компьютеры, в флэксэшн, кушают. Все это будет в этом кибер-клубе. Правда. Восемь месяцев я молчал. С июля мы запланировали такой проект. И с сентября мы его строим. Я вкину некоторые спойлеры, но не покажу вам изнутри клуба, потому что мы готовим большой материал про это строительство. 600 квадратов. 40 компьютеров, 7 пулсэшнов и, что самое главное, своя кухня, кальяны и алкоголь. То есть мы объединяем ресторан и кибер-клуб в одно. Мы снимали этапы строительства каждый месяц, поэтому вас ожидает большой материал про то, как он строился, почему он построен именно здесь и какие у нас вообще глобальные цели. Все это в следующем ролике. Я надеюсь, что это прям в следующий ролик, поэтому не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик. Давайте зайдем внутрь, покажу спойлером коридор. Вот так выглядит коридор. Это спойлер единственный, который я покажу в этом ролике. И отвечу сразу же на вопрос. Очень частый вопрос, где я сейчас нахожусь. С марта месяца прошлого года я переехал в Грузию. И как вы можете понять, я не смогу здесь находиться, когда здесь нет компьютерного клуба. После Питера у меня настоящая ломка. Здесь нет того компьютерного клуба, который мне нужен. И поэтому единственное решение, которое я нашел, это построить свой. Моя глобальная цель это переезжать в те страны, где я строю свои киберклубы. Мы очень сильно хотим сделать из этого большую сеть. И если мы видим то, что у нас это заходит, мы в этом же году открываем сразу два новых киберклуба в Грузии. В общем, очень много планов. Я, честно, сейчас это говорю и наконец-то освобождаюсь, потому что я молчал, не показывал сторис. Я здесь столько раз был. У меня здесь, наверное, часов уже около 300. Я просто находился здесь и не снимал никакой контент. Теперь я могу это делать. Ну а самый первый спойлер, как выглядит этот клуб, я покажу в своем Телеграм-канале. В описании ссылочка. Ну и самое главное, что будет на Сурс 2. Господи, это очень убийственная темка. Очень боюсь этот момент. Но мы не будем работать. Но не так все плохо. Как минимум, наша разработка настолько гениальная, что мы сделали, можно сказать, первый в мире проект на втором Сурсе. У нас в первые 24 часа уже был первый режим на С2. Я думаю, что в течение всего года мы сможем полностью повторить сайбешок сегодняшний. А так мы будем постоянно работать над тем, чтобы дополнять наши текущие режимы. А поддержала мою прогулку по Грузии проект CSFL. На этом сайте вы можете играть во многие режимы, где возможен вывод только скинами. К примеру, тут есть новый режим Diffuse и мины. В минах все очень просто. Это обычно запер, а в Diffuse вам нужно отгадывать числа. Все это дело возможно даже без особых депозитов, потому что там есть бонусы системы, где вам бесплатно даются какие-то скины. А что самое главное, если вы будете заходить на этот сайт, используйте мой реферальный код и мой секретный код, который вам даст в сумме 30% депозиту. Возвращение старых рубрик, прокачка ПК и интервью. Ребятки, я очень хочу вернуть все это дело. Я даже не могу сказать, что я это забрасывал. У меня не было в голове, что я больше это не хочу снимать. Просто не снимал. Потому что в Грузии записать прокачку ПК это так сложно на самом деле. Я думаю, что прокачка ПК в этом году точно выйдет как минимум одна. А насчет интервью мы едем на мажор. Я буду на мажоре в Париже. Поэтому там будет контент с проигроками. Там будет контент с влога. И киберклубы в городе Париж. Там есть очень интересный клуб Vitality. Список следующих роликов. На самом деле у нас постоянная такая рубрика. Мы показываем вам список роликов, которые мы должны были сделать. И что в итоге мы получили. В итоге. Из прошлого выпуска. Вот ролики, которые должны были быть. Сейчас мы вам покажем те ролики, которые не вышли. Были некоторые причины. Но я надеюсь, что мы это запишем рано или поздно. Ну а сейчас у вас на экране те ролики, которые будут в ближайшее время. Такой у нас план. Посмотрим, как у нас получится. Главная цель есть. За это время много чего изменилось. К примеру, мы запустили коврики. Сейчас вы можете купить наш коврик Saber Shock X Dark Project прямо на зоне. Это займет 2 или 3 дня. И этот коврик будет у вас дома. В чем его прикол? Он сделан из Scania Jacquard. Это одно из самых лучших решений, которое может быть на коврике. Оно сделано очень минималистично. Синенький, красивенький цветик. И, понятное дело, будет напоминание о Saber Shock. Цена демократичная, поэтому можете попробовать. Осталось реально штук 200, может быть 100. Потому что я уже 3 ролика подряд рекламирую этот коврик. Возможно, они закончат. Если закончатся, то мы сделаем еще одну большую поставку. А пока я жду ваши отзывы после того, как вы его приобретете. Я продолжаю рассказывать вам про наши новые открытия. И сейчас мы открыли свое СМИ. Если вы хотите читать новости про CSGO, вы можете это делать в нашем телеграм-канале Retake. Либо ВКонтакте. Кому как удобнее. Я лично слежу за тем, что там происходит. И сам читаю эти новости. Сейчас у нас там 20 тысяч. Поэтому наша цель к концу года добить уже 100 тысяч. И чтобы ваша мотивация была чуть побольше, у нас сейчас там проходит розыгрыш. Поэтому можете переходить и вступать. Когда своя команда? На этот вопрос я отвечаю уже, наверное, в третий раз. Или во второй. Но если я с киберклубом рассказывал то, что я его открою и открою, я его открыл, то и с командой будет то же самое. Я обещаю, что у меня будет своя команда. Это просто вопрос времени. Честно говоря, у меня уже было три инвайта, куда я могу вложить средства, медику и так далее. Но что-то получалось в итоге неудачно. К примеру, на этом мажоре у нас должны были быть уже стикеры. Мы были очень к этому близки. Очень. Я не буду говорить, какую команду мы могли забрать. Но в целом я просто открыт. Мне очень интересно этим заниматься. У меня есть полноценная команда, которая будет управлять этой командой. То есть у нас, по сути, нет ни одной преграды. Почему не заниматься этим составом? И, понятное дело, он может быть интернациональным. Игроки могут быть из любой страны. Короче, все будет очень интересно. Столько вещей можно сделать. Это просто пи***ц. Но самое главное, я так жду этот гребаный клуб. Честно. Это как ждать ребенка. Мы его ждем уже 8 месяцев. Но когда это будет, ребята, вы так кайфанете. Столько, столько будет роликов, эмоций, впечатлений. Ой. Ну что, я пообещал. Наразовно сказал всякое хорошее. Можно и заканчивать ролик. Я думаю, то, что было сказано в этом ролике, примерно в ближайшее время это должно исполниться. Нас ожидает очень много классных событий. Нас ожидает очень большое количество контента. Поэтому не забудь подписаться на Телеграм, чтобы читать все в лайфтайме. И, понятное дело, на канал. С тобой был я, Эрик Шоков. И я с тобой прощаюсь. До следующего ролика. Пока. Я жду тебя в клубе, кстати. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok